Ну что, друзья, вы просили у меня дневник трейдера, то есть прямо вот хронику сделок о том, что я делаю, как я делаю. И сейчас я попробую снять первое видео на эту тему. Оно будет очень техническим и много технических деталей, может быть не очень яркое, конечно, но как есть. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что я торгую в основном опционами, и мне это очень нравится. И я решил построить опционные стратегии в начале, в конце прошлой недели, это было в пятницу, по нефти, например. Это покупка одновременно опционов Put и Call максимально близко к центральному страйку. И что это такое? Ну вот в частности, смотрите, вот здесь вот вы видите, это нефть. Верхний график это текущий график, нижний график это то, что будет с первого июля. То есть это уже августовский фьючерс нижний, верхний это тот, который сейчас есть, июльский еще. Сейчас торгуется июльский фьючерс, вот он, бренд 7.21, экспирация 1 июля на этот фьючерс и одновременная экспирация же на опционы. То есть одновременная экспирация будет. Смотрите, я купил одновременно, как я уже сказал, опцион Call со страйком 76 и опцион Put со страйком 75. Вот такая штука. То есть что это означало? Вот именно вот в этот момент, 25 числа, ну здесь стоит время 20 часов, примерно в это время я и сформировал эту стратегию. Вот она. То есть если вот здесь вот находилась здесь нефть, вы видите, да? То есть она на возрастающем тренде. Если она продолжит вверх рост, то у меня получается эта стратегия принесет прибыль. Если принесла бы прибыль, если бы нефть пошла вниз, то стратегия тоже приносит прибыль. То есть куплены опционы и Call и Put. То есть здесь приносит прибыль опцион Call, здесь приносит прибыль опцион Put. Ну а если остается внутри вот этого диапазона прямоугольничка, то у меня убытки. Причем огромные достаточно. Вот. И дальше я трансформировал эту стратегию. Стратегия выглядела примерно вот так. Сейчас скажу. Значит у меня здесь 75. Я сейчас поставлю. 75. Вот. Вот она линия вертикальная 75. Вот линия 76. И стратегия выглядела примерно так. Вот здесь была полочка. Причем она была где-то здесь вот снизу. А дальше идет вверх сюда и вверх сюда. Две ветки. Но как вы видите, в понедельник, насколько я понимаю, нефть резко достаточно упала. Ну нет, в конце пятницы, по-моему, нефть резко достаточно упала. То есть она пошла вот по этой ветке. И там я, соответственно, перестроил эту стратегию, потому что она упала. И она пошла туда, куда надо. Пошла куда надо. И, собственно говоря, у меня были... Как я их перестроил. Я перестроил их следующим образом. 75. Я перевернул, потому что она начала идти вверх. Насколько я помню. Я уже... Вот видите, я опять уже не помню, что я делал в понедельник, потому что сегодня среда. Вот. Ну, короче говоря, в результате я перевернул. То есть зафиксировал вот эту прибыль. И усилил ее, купив путы 76. Вот здесь вот я купил путы. То есть вот это вот так вот. И если она пойдет дальше, то она у меня, так сказать, должна дальше идти, была с ускорением. Вот таким образом. Но она пошла дальше с ускорением. Все было хорошо. И потом она развернулась и пошла назад. Соответственно, у меня было очень сильное ускорение в сторону падения нефти. Но нефть начала расти, и, соответственно, у меня в обратном направлении вся моя прибыль начала улетучиваться. Вот сейчас такое положение. Вот сейчас вот это прямые линии мы видим, что у меня находятся на максимуме. То есть если в этом положении закроется, будет экспирация, то я получу здесь 7 839 рублей примерно. Сейчас я проверю еще раз. Да, 7 839 рублей примерно я получу здесь. Сейчас я отключу звук. Вот. Ну, а если уйдет куда-то вверх или вниз, то, соответственно, у меня будут убыточки. Сейчас я перестраиваю вот эту стратегию. Посмотрите, вот самая главная сейчас линия, ну, во-первых, красная, это текущая, сегодняшняя, как бы, сегодняшняя. И здесь я построил вот 29 число, вчерашняя линия. То есть сейчас идет вчерашнее еще число, как бы вчерашняя сессия торговая, и она постепенно придет к 19 часам, к сегодняшней, к 30 числу. Вот таким образом. Ну, вы видите, что они совпадают практически, голубенькая и красненькая линия. Ну, а в четверг, то есть послезавтра в 19 часов, ой, уже завтра в 19 часов, оно будет вот в этом состоянии. То есть 7773. А пока она, это будет тета-распад, то есть она постепенно будет туда приближаться. Вот. И, ну, моя задача, конечно, во-первых, повысить вот эту горочку, а во-вторых, ну, как-то сделать, чтобы она не уменьшалась. Если она сейчас пойдет вверх, нефть, то есть вот пойдет сюда, то моя потенциальная прибыль на момент экспирации начнет уменьшаться. Но все равно до момента, мы видим, до момента 75.40 она будет еще в плюсе, в хорошем, но потом, значит, начнет уменьшаться. Что я сейчас делаю? Смотрите, у меня сейчас вот в этом, эта стратегия выглядит вот так. Вот они все позиции, вы видите. И сейчас я пытаюсь перестроить эту стратегию немножечко. Вот смотрите, вот здесь вот у меня 76-е путы, вот 76 мы видим, да? 76-е путы, их 16 штук. Если я их продам, то у меня будет вот такое состояние, то есть общая прибыль моя, ну, примерно увеличится немножечко, но зато если нефть растет, то у меня даже будет немножечко расти моя прибыль. Если нефть падать будет, то, соответственно, у меня будет все падать. Но путы эти продать достаточно сложно. То есть я сейчас думаю, что, предполагаю, что нефть вырастет. Вот она упала, и сейчас она находится в среднем положении. На самом деле она может и вырасти, может и упасть, черт его знает, куда она пойдет. Вот, но, по крайней мере, здесь в любом случае, если она пойдет вверх или вниз, у меня уменьшение потенциальной прибыли, я хочу сделать так, чтобы прибыль моя не уменьшалась. Ну, как минимум дельта приравнять к нулю. Если я продаю вот это, то у меня дельта становится 27, то есть еще круче она идет вверх. Вот, что мне сделать здесь? Какие у меня заявочки стоят? У меня стоят заявочки на покупку путов 74-х. То есть я покупаю 74-е путы, то есть если она пойдет ниже, чем сюда, эти путы начнут приносить мне прибыль. И у меня проданы 75-е путы. То есть вот прямо текущее положение, они проданы. То есть если она пойдет вниз, они начнут приносить мне убыток. Убыток начнут приносить. И наоборот, если пойдет вверх, то пойдет прибыль. И они уже у меня в прибыли сейчас. Вы видите, 1526 рублей прибыли принесли. Ну, для чего я покупаю путы здесь? Смотрите, у меня свободно сейчас 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Честно говоря, я не знаю, для чего я покупаю путы здесь. Так, вариационная маржа. В принципе, здесь все как бы нормально. Путы надо покупать для того, чтобы вот этот вот край приподнять. Тогда линия начнет немножечко, ну, вот сюда загибаться. Путы, мне кажется, покупать все-таки надо. У меня продано 42. Значит, здесь можно купить еще 36 путов. Грубо говоря, для того, чтобы вот так вот устаканить вот эту линию. Пока они дешевые. На случай падения нефти. Ну и да, почему нефть должна упасть? Да вроде нет особых причин для того, чтобы она упала. Скорее будет расти. Давайте посмотрим, почему она должна расти. Вот он индекс РТС. Ну, РТС нам ни о чем. Вот он индекс S&P 500. Вот он все время рос, сейчас немножечко припал. Но я надеюсь, что он вот сейчас после этого вот он упал на нижнем положении. И средняя линия идет вверх по-прежнему. То есть пока не видно того, чтобы был перелом тренда. То есть S&P 500 будет расти. Это значит, что и оптимизм растет, и промышленность вроде как растет. Ну и цены на нефть должны, по идее, расти. Теперь что с долларом по отношению к корзине валют? Он также сейчас находится на минимальном значении. Судя по всему, он должен подрасти. Вот. Ну, здесь вообще боковой тренд. Значит, доллар подрастет. Доллар подрастет. Тогда что будет, если доллар подрастет? Если доллар подрастет, то индекс S&P 500 должен опуститься. Какая тенденция победит? Оптимизм по поводу грядущих прибыли компаний или укрепления доллара? Ну, здесь я не знаю. Вот. Что у нас еще? Доллар-рубль. Доллар-рубль падает интенсивно. Это значит, что индекс RTS должен расти. Вот он растет сейчас. И, смотрите, вот вчера буквально, или в пятницу, он очень сильно упал, индекс RTS, так как доллар к рублю падает, то есть рубль укрепляется, индекс RTS должен пробить вот эту линию и идти вверх. Давайте посмотрим, что у меня с индексом RTS. Вот она стратегия, направленная на индекс RTS. Здесь у меня дельта 7.05, то есть если мои предположения окажутся верными, здесь вот смотрите, 29 число, 29.06, это уже индекс RTS, то голубенькая линия, вот она, то у меня очень резко пойдет все вверх. Дельта 7.05, это очень-очень много для такого, для таких денег, 37.773. То есть если она, индекс RTS пойдет вверх, то у меня денежки пойдут очень быстро вверх. И если он дойдет, а он может дойти смело до 164, мы видим, да? До 164, то есть на 2000 вырасти, это, в общем-то, достаточно легко. Если он дойдет до 164, давайте смотреть, где у нас 164. Ну вот, примерно здесь 164, ну вот, пусть будет 163.950. То сегодня, сегодня, если он дойдет до этого дела, то у меня прибавится, вы видите, 63.933 рубля примерно. И это будет здорово. Ну, то есть я надеюсь, что будет рост. И, ну, вы посмотрите, чем хороши опционы. У меня сейчас 37 тысяч, а прибавится 60 тысяч. То есть в два раза увеличатся вот все дела. Чем еще все осложняется? Тем, что самый быстрый рост наблюдается, как правило, в день экспирации. То есть здесь приходится нервы тратить. Стратегии у меня агрессивные, как вы видите. И вот здесь вот свободно минус 16 тысяч. То есть всего 37 тысяч, свободно минус 16. Процент использования ГО 146%. То есть здесь практически, ну, уже ничего нельзя изменить в этой стратегии. Но кое-что все-таки можно. Кое-что все-таки можно. И я пытаюсь это делать. Вот. Ну, в общем сказать, здесь возможности, прямо скажем, мало. Так, 160 тысяч кол. У меня, если до 160 тысяч упадет, у меня будет плюс 9 тысяч. Ну, то есть небольшой плюсик у меня будет. Вот. И больше всего меня печалит, конечно, вот эта яма на завтрашней экспирации. Если он вырастет до 162 500, и здесь вот экспирация произойдет здесь, то у меня, в общем-то, будет все очень-очень печально. Поэтому... Ну, а сегодня печально будет... Сегодня печально будет, если он как раз упадет. Но на момент экспирации будет печально, если он будет вот здесь. И вот сегодня, по идее, должно быть движение вот от этой линии к этой линии. То есть, и минус 8 тысяч, что тоже не хотелось бы терять. Ну, наблюдаем просто, потому что сейчас вот ровно 10 часов, да. И сейчас должен быть, ну, какое-то колебание. Потому что, ну, открывается... Выходят основные игроки на биржу. Ну, движение идет вниз. Так, что у нас с долларом? Доллар тоже пошел вниз. Соответственно, если доллар пошел вниз, значит, индекс РТС должен пойти вверх. Вот он пошел вверх буквально, а потом вот сейчас вот начал стаканиться. Ну, как-то так спокойно, ни шатка, ни валка пока. Вот. С нефтью намного интереснее все сейчас. Вот нефть пошла вниз, вы видите, начала скатываться. Что у меня с нефтью? А нефть у меня плюс 13 дельта, поэтому нужно дельту вот как-то путы покупать. Будем покупать путы, чтобы уменьшить дельту. 0,12. 0,13. Значит, я пытаюсь поднять вот этот хвостик вот сюда, вот-вот отсюда, где тут у меня 74, хвостик буду поднимать вот этот, во-первых, чтобы не было вот этого падения в бесконечность. Что я сейчас делаю? Вот, посмотрите, сейчас я, оп, вот, немножечко он здесь скривился, да? 74, где у меня 74, ну вот же он, 74, вы видите, да? Здесь небольшой переломчик уже намечается. 8. Так, еще оставлю. Вот так, 0,12. Да, и каждая покупка уменьшает мою потенциальную прибыль, потому что вот эта верхушечка, она опускается. Но это не страшно, потому что я сейчас буду продавать вот эти путы. 1,2 пункта, грубо говоря. Пункты это доллары фактически. Так. Мне позволяет продать 1, то есть продать 2. Позволяет продать 2. Смотрим вот сюда. Свободно, свободно. 29. Это крайне рискованная стратегия. То есть я всегда по максимуму торгую. Смотрим. Так, 1,17. 20 тысяч. Ага. Продаем. Я их могу много продать, достаточно. То есть чем я сейчас занимаюсь, это я продаю вот эти штуки, чтобы построить вот такую штуку. Вот. Вот я их продаю. Продать я их много не могу, видите, уже 12. И сейчас следующий, я сомневаюсь, что он меня даст, что брокер даст мне ее продать. Вот. 3622. Но следующую можно не ставить, потому что брокер не даст мне ее продать. Поэтому я беру и делаю следующее. Опускаю. То есть я нащупал, сколько я могу продать. Теперь нащупываю дно, по которому я могу продать. Ну, дно здесь написано вот 1,16, но уже по 1,14 никто не хочет покупать. Почему не хотят покупать? Потому что это опционы в деньгах, а в деньгах опционы не такие ликвидные. Так, 1,13. Ну и потому что он падает. Так, сейчас поставлю масштаб другой. Так, M30. Так. Да, не очень-то он и падает. Так, так. Давайте еще диапазончик. Вот так вот, 5. Нет, он не падает, так что я не буду ниже опускать, они продадутся. Ну, вот. На текущий момент вот так, я думаю. То есть заявочки я поставил. И, собственно, делать больше. Нечего, я пойду заниматься ремонтом. Ну, а дальше будет следующее включение. Я включусь в следующий раз. Продолжение следует. Продолжение следует...